12 сентября 2015 года. Я встал на велосипедной дорожке, но велосипеды меня объедут. Город, городок Фолоника, Тосканская Ривьера. Вот здесь традиция, которую мы видим сейчас. Римские легионеры заложили эту традицию. Мы с удовольствием посмотрим, в каких дальние-дальние потомки написано. Коммерцио бандистико лодиано. Бандистико, наверное, мне так кажется, что это что-то охотничье. Охотничье музей. Банда музыкальная. Все. Нет, все. Бандистико, друзья, с бандитами ничего общего не имеют. Это банда музыкальная. Музыкальная банда. И вот они почапали, початнали прямо. Но не играют. И за ними, вот, обратите внимание, люди, которым нечего было заняться, да вот они, они тут же пристроились. Зеваки их называют. И вот так вот создаются революции, друзья. Пройдет какая-то банда музыкали, за ними полиции нет. Вот, нет, нет, нет. Вот. Вот. И мы пойдем за ними. И мы поучаствуем в революции. Может быть, среди них гуляет новый Муссолини или Наполеон. Они почувствовали критику и решили нам сыграть что-то. Это музыкальная банда. 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 И мы поучаствуем в революции. Я бы сказал, красиво даже, будто бы была аркета. Ладьяна – это охотница, я флаг рассматриваю, комплексо бандистика Ладьяна. Наверное, это ансамбль, комплексо бандистика, вот так мне в голову это приходит. Чарвара Дирома, что такое Чарвара? Без понятия, Дирома, понятно, речь идет о Риме. Ну что, они нам еще что-то сыграют. Вот здесь ходит вот такой упитанный с пиджаком внутри, да? Ну вот, сразу понятно, что он самый главный. Сейчас ему скажет, что делать, да. Это типичный чиновник, можно сказать, политик по поведению, да. У него и пиджак есть, но поскольку жарко, не надет, но есть. Море какое, друзья. Они вот задумались сейчас, нужно ли им сейчас что-то исполнять. С типичной итальянской организованностью. Эй, мне нравится этот народ. Какие простые, спокойные. Ну давайте, друзья, вас же весь мир увидит с помощью нашего великого портала. Вот девушка с флейтой, с погонами такими. Нет, вот в центре этот самый, он собрал совещания, он их все дезориентирует. Он им говорит, куда что играть. И вообще всех напрягает. Это вот такой пример того, когда руководству мешает. Это мое непросвещенное мнение, он их переставляет. И говорит, не так стоишь. И ты не так стоишь. И ты тоже не так стоишь. Поднял вверх палец, как папа римский. Щелкнул пальцами и ходит между ними. Молодцы. Щелкнул пальцами.